ты меня любишь мне нужно подумать не на ту на пол меня не убежишь от меня не убежишь посмотрите на это чудо меня еще и убегают вот девочки такие гоняемся до за этими мужиками смотри смотрите что он делает ушел в кусты чё за мужики пошли а ну ничего ты где был как где цветок тебе нарвал любишь меня конечно все кусты я бегал я тебя так люблю умница моя а сейчас девочки мы переходим на ваших мужиков сейчас посмотрим что они чувствуют вам сегодня пиковый вариант 3 вот такое мои дорогие было вступление это именно для тех девочки кто ищет новую любовь и как с помощью магии можно ее находить поэтому мои дорогие у нас есть наш сайт это ссылка в описании будет так что если кто хочет знать как я это делаю девочки так что присоединяйтесь на сайте у нас есть группа уже группа по для того чтобы заполучить мужчину девочки кармического мужчину по судьбе привлечь свою жизнь и у нас будет также в группу до новая группа девочки очарование крутейшая тоже группа просто ее сейчас на сайте нету потому что она скоро появится как говорится следите за новостями на сайте и есть группа для того чтобы привлечь мужчину кармического к себе девочки сама ритуалы которые вы делаете сами очарование группа там где мы тоже привлекаем но другими способами и там они как говорится друг от друга даже очень отличается одно другому не мешает поэтому можете заходить и уже подписываться вступать в группу сама ритуалами для того чтобы привлечь своего кармического мужчину и девочки будет потом объявление о старте группы очарование она будет отличаться и одно другому не то что не мешает это плюсики большие плюсики для того чтобы это иметь поэтому кое-что на сайте уже есть для привлечение своего мужчины до принц на белом коне у нас девочки там есть да у нас есть его можно взять и дорогие мои будет группа очарование то я делаю такое знаете не то что анонс да но говорю что будет еще так что у вас время есть и это как говорится взять на вооружение и будет кое-что новое такое по к сожалению пока на сайте его нету потому что я еще об этом не рассказала а я расскажу обязательно так что ссылка в описании походите побродите там посмотрите может вам что-то прям сейчас надо например мужчина девочки кому нужен мужчина посмотрите а сейчас мы с вами погадаем на такую тему ваша новая любовь когда она придет и у нас девочки нет такого чтобы наша новая любовь не приходила иногда мы просто на что-то закрываем глаза и чего-то может быть не видим а для того чтобы вы видели я тут села вместе с вами и буду вам пророчить ваших будущих красавцев так что никто не будет одиноким никто без мужчины с этого гадания не выйдет мои дорогие ну что поехали давайте посмотрим ваша новая любовь когда она придет котики мои всем желаю чтобы у всех было красивая большая настоящая чистая искренняя богатая красивая счастливая офигительная любовь с мужчиной чтобы мужчина вас не разочаровал девочки так давайте посмотрим ваша новая любовь первый вариант 2 3 и 4 как никогда я прям знаете аж горю тем чтобы вам на пророчить этого красивого хорошего классного мужчину девочки а как на пророчий для того чтобы вы его увидели чтобы вы его узрели и чтобы вы его вдруг не оттолкнули когда у вас пмс или нету настроение или еще что-то вы его узнаете из тысячи по словам по глазам по голосу ну что поехали ваша новая любовь когда придет 1 2 3 4 вариант выбирайте мои дорогие выбирайте а я жду кстати когда настраиваюсь пока вы выбираете да я уже чувствую от каждой от каждой карты какая-то знаете как волна идет и вот даже если взять чистый экстрасенсорик куда то я вот сейчас смотрю на карты я вам даже если хотите немножко расскажу да по цвету например по цвету который идет от карты от вашего будущего мужчины тот с которым у вас будет любовь ну что выбрали хорошо а теперь я вам скажу по рубашкам девочки кое-какую информацию которая мне уже сейчас идет да но скажу немного в разнобой потому что от какой-то больше идет от какой-то меньше короче и я начинаю девочки вы выбрали уже да хорошо с третьего варианта в третьем варианте какая-то девочки первых два цвета идут голубой и зеленый голубой и зеленый цвет да это еще смотрю на мужчине это или нет это либо в одежке у него что-то голубой и зеленый и такие яркие цвета мне напоминает знаете как форму девочки да как форму какого-то десантника либо ну вот что-то ярко голубое и зеленое и это вместе как-то идет у него либо это просто у него какая-то одежда и вот одежда майка может быть ту которую он очень постоянно носит занашивает да возможно это его любимые цвета потом а чем он занимается девочки здесь просто самая яркая такая третья сейчас идет чем ты занимаешься сейчас мужчина светлый какой-то мужчина идет да и такое знаете пышаще здоровьем он спортом либо занимался либо занимается чуть ли не на профессиональном уровне и очень это любит такой знаете здоровый кровь с молоком поросеночек такое но тут идет такое знаете высокий еще мужчина высокий и кожа у него такая знаете она светлая но если говорят про толстокожих мужчин да то это такой вот толстокожий но в хорошем смысле этого слова дальше девочки про четвертый расскажу четвертый вариант у вас кстати колдует этот четвертый вариант отсюда идет мне как будто он подсматривает что-то как открывает двери и подсматривает но это не обычные двери куда он открывает и подсматривает у него очень сильно развитая интуиция и он вот эти вот двери приоткрывает как у себя в это в голове да и он вы еще например даже не сказали а он уже знает он чувствует людей очень сильно такой интуитик и я вам скажу здесь очень похоже именно на пикового до пикового мужчину контрастны по отношению к другим людям или контрастны даже по отношению сам к себе например бледнолицый и брюнет либо он например рыженький а вокруг него вот этих рыженьких практически нету то есть он очень сильно от кого-то отличается возможно ходит вот у него знаете мышление следователя и тут кстати в четвертом варианте красивый мужчина именно такой знаете красивые в общем понимании этого слова так давайте дальше первый первый вариант расскажу девочки тут работяга идет мужчина работяга работает много очень мало времени на себя и у него он либо пальто носит любит пальто носить вот кстати сейчас осень обратите зима осень впереди да обратите внимание пальто носит пуговицы потому что вижу такие пуговицы как на пальто четыре дырочки до высокий худой и у него такая работа он не создан для работы именно руками до у него дар вот реально дар быть вот таким менеджером менеджер такой идет управленец так девочки но я уже не буду проговорить тут про цвет пальто но что-то хочется сказать что этот мужчина носит бишь дальше и второй вариант мои дорогие здесь второй вариант он не просто меньше всех и идет до я бы даже сказала что он какой-то заграничные девочки он не с не с вашей местности он знаете вот есть например люди которые родители его приехали но они как либо с другой страны либо с другой местности да с далекого как переселенцы они переселенцы либо его родители либо он сам приехал либо он девочки за границей вот тут вот чувствуются дорожки ну что давайте перевернем тогда итак девочки первый вариант смотрим про трудягу я там говорила в пальто девочки в бежевом это тогда с пуговки с пуговками и посмотрите кого мы с вами тут притянули выцепили по-настоящему ухватили рыцарь воды девочки червовый рыцарь идет да это мужчина который сразу когда на вас посмотрит он сразу подумает я хочу на не жениться до человек который не будет вам пудрить голову но у него все должно быть так знаете романтично он нежный он по он будет приглашать вас на свидание да он будет с вами общаться и распробовать вас распробовать своими общение ему главное не не секс на первом месте да это мужчина тот который сначала оттягивает вот этот момент соите хоть он и червовый девочки червовый рыцарь да он будет оттягивать этот момент пытаться за вами ухаживать вы как говорится в бой сразу не бегите да дайте этому мужчине за ваш за вами поухаживать присмотреться но он сразу поймет что вы то достойная за которой он должен ухаживать девочки и он будет ухаживать тут не будет интима с первого раза там в третьего или с какого-то да он даже на это не будет сначала обращать внимание но он будет ходить с вами приобнимать вас трогать за ручку все остальное так что этот за мужчина еще я тут еще не сказала но когда еще карта перевернута не перевернута была я уже сказала кем он чего он и обратите внимание как он за вами будет ухаживать как быстро девочки его найдете быстро 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 найдете и очень хорошо можно выйти за него замуж кстати по возрасту девочки он не будет намного старше вас это плюс мне если в плюс то максимум года три это либо одна погодка с вами одногодка либо вниз идет да то есть это молодой человек моложе вас но к биологическому возрасту вы не вы не смотрите на биологический возраст по паспорту да по одной простой причине потому что вы выглядите моложе своих лет он вас выбирает не по паспорту а потому как вы выглядите ему нужна вот такая вот женщина которая выглядит моложе, и ему всё равно, ну, как бы, он не обращает внимания на возраст, да, он вас видит, всё, Роза увидела, какая разница с какой-то, откуда она, да, и сколько ей, всё равно. Трепетный будет мужчина такой. И, знаете, он будет вам дарить такие подарки мелкие, там, комплименты называется, да, подарить комплимент, то есть не просто на словах, а это будут какие-то шоколадки, а одна розочка, ни к чему, да, то есть не к каким-то праздникам привязана, а будет вам дарить просто так. Но вот особых быстрых таких трат не ждите от него, да, то есть это не такой крепкий хозяйственник, который притащит вам какой-нибудь холодильник новый или бэушный, да, потому что у вас его нету, нет, он вот будет именно такие конфетки, конфетки-бараночки, романтичное всё, а не потому, что он жадный, девочки, нет, потому что он ухаживать будет за вами. Мужчина будет ухаживать. Так, по внешности, девочки, что скажу, у него очень выразительные глаза, вот красивые глаза, тут к бабке не ходи, как говорится, и про семью его, что я вам даже могу сказать, тут, да, тут прослеживается влияние, у него что-то там в роду какая-то трагическая смерть по женской линии была, либо, не дай Боже, как говорится, мама, либо там сестра, тётя, бабушка, именно трагическая смерть была. Но вот именно то яркое-то впечатление у него так отложилось, что он считает, что за женщиной надо очень сильно красиво ухаживать, да, и он будет стараться. И чтобы вас не носило туда-сюда в сторону, принимайте красивые ухаживания, принимайте его подарочки, да, сюси-пуси-муси-пуси будут у вас с ним, но он не будет вас сразу тянуть в постель. Нет, у него такого нет. Он не сильно такой, шибко охочь до этого. То есть тут, например, для него в порядке вещей один-два раза в неделю, но он очень даже, я бы сказала, креативный и творческий мужчина. И он очень красиво изъясняется, девочки, да, у него речь красиво говорит, доносит свою мысль. Вот вы будете общаться, обратите внимание, как красиво, какими-то красивыми словами, я бы даже сказала, может быть, даже старинными какими-то, или как-то даже вас будет называть, там, леди, там, госпожа, по имени-отчеству как-то. Ну, очень красиво как-то будет изъясняться в вашу сторону. Как быстро, девочки? Быстро. Это буквально, как говорится, завтра, послезавтра. И вот такое ощущение, что даже может быть Новый год, вы уже какой-то будете зимний праздник с этим мужчиной даже праздновать. вот такие вот дела. Красивая любовь. Вот первый вариант, девочки, у вас действительно красивая любовь ждёт. И обратите внимание, что не выкидывайте мужчин, которые там вас младше, не выкидывайте, с ними надо общаться, да, даже если вам кажется, да, да, что с него взять, он на меня там на 10 лет моложе, да. Нет, девочки, вы выглядите, вы червовые находят червовых только тогда, когда женщина выглядит очень маложава, очень молода, очень так вкусно. Так что вы вкусная дама. Вот такой вот первый вариант. Так, девочки, давайте смотреть второй. Второй вариант. Ваша новая любовь, когда придёт. Колесница, девочки. Колесница выпала. Вас заберут в чужой дом жить. Вы не будете жить у себя. Вы пойдёте жить к этому мужу. Но тут один либо плюс, либо минус, как кому, да, этот мужчина у вас любит, чтобы много людей жило в доме, чтобы у него дом был не пустой. Либо он сейчас живёт с родителями в какой-то большой семье. Либо, девочки, это может быть, либо общага, либо что. Но, короче, там какое-то вокруг него движение, очень много людей. Либо это в родственнике, либо что. И то, что я говорила тут про второй вариант, что, скорее всего, он не отсюда, да, не отсюда, это я имею в виду по отношению к вам. Он как приезжий, либо его родственники приезжие, либо это, девочки, иностранец, и другая страна идёт. Вот что я вам нагадываю. Так, что ещё тут вам сказать интересного такого? И если, знаете, он позовёт вас к себе туда, на ту территорию, в то место, где он живёт, и там, где много людей живёт вокруг, да, тут не будет такого, что вы будете просто вдвоём жить. Дело в том, что тут идёт, что ещё кто-то с вами будет жить. Кто-то, это какой-то, ну, может быть, для начала так, да, что там каких-то очень много людей. Этот мужчина не любит такого одиночества. Он хочет, чтобы его окружало много людей. Он как-то так привык, что вокруг всех много. Один на один, а вы, девочки, будете только в кровати два на метр восемьдесят, знаете, такое. Вот там вот один на один, а всё остальное пространство у вас будет забито людьми. Ну, это в хорошем смысле. Там я просто слышу голоса, много голосов какие-то всё время чуть ли не за стенкой голоса, девочки. Это неплохо, если вы не особо любите одиночество или устали, от него девочки. Пора, как говорится, в табор. Вот такой вариант. Дальше, на вопрос, когда это будет, мои дорогие, а вы уже сосватаны, да, то есть у вас уже программа, седьмой старший аркан, говорит, что у вас уже заложена программа, и вы не из тех, которая долго одна будет, девочки. У вас, если вы долго одна, это значит, что мужчина, вот этот мужчина, когда у вас, например, несколько лет, например, никого вообще нету, это говорит о том, что будет какой-то очень такой мужчина, который идёт по карме, да, то есть вам их не дают, этих мелких разных мужичков, потому что идёт один какой-то стержневой, потом опять долго никого нету, а потом опять стержневой. Но также тут девочки, у которых, знаете, как говорится, за ними не заржавеет, как говорится, смена может идти, то есть вы никогда не будете одни, да, то есть у кого-то это очень кратко и быстро повторяется, мужчина был, мужчина, это потом следующий, потом следующий, потом следующий, это тоже неплохо, да, у каждого своё, а у некоторых, если большие перерывы, мужчины нету, значит, сейчас будет вот такой вот крепкий. Вот такие вот дела, мои дорогие, так что всё, у вас уже есть эта программа, что вы будете с мужчиной, девочки, с иностранцем, который живёт в большой итальянской семье. Ну, может, не в итальянской, но имейте в виду. Так, дальше, девочки, давайте посмотрим следующий вариант. Так, следующий, третий вариант. Ваша новая любовь. Когда она придёт. Так, тройка земли. Во-первых, сразу скажу из минусов этой карты, то, что к вам может сейчас прям прибиться женатик, девочки. В ближайшие три месяца отшивайте от себя женатиков, потому что может прибиться женатик. Что такое, когда прибьётся женатик, да? Он будет добирать с вами то, что он не получает с женой, да? Ну, а разведётся он с ней или не разведётся, это будет ваша, знаешь, такая вспышка. То есть вы с ним побудете, побудете какое-то, ну, три месяца максимум, да? А потом, да, пошёл ты в жопу. Сами решите и уйдёте. Зачем оно вам надо? Давайте вот пропустим этого женатик, как говорится, перемотаем эту плёнку и посмотрим, что там дальше, девочки. у вас идёт тройка земли, и это любовь, девочки, и это брак. Если вы сейчас, в ближайшие три месяца, отсекиваете от себя своих, например, женатых любовничков, девочки, если вы не поведётесь на каких-нибудь женатиков, которые будут предлагать вам любовь, любовь без кольца, со снятым кольцом, точнее, или любовь с кольцом, но не с вашим, да? То есть сразу их отметаем. Почему? Потому что вы так ускорите приход своего мужа. И тут, девочки, идёт муж, и тут, девочки, идёт ЗАГС. Но почему-то я не вижу, что вы в белом таком платье будете замуж выходить, девочки. Тут идёт как будто у вас платье к этому мужчине, да? Оно какое-то непохожее на свадебное, я бы так сказала. Потому что вот для меня классическое свадебное платье, ну что это? Центральная полоса, как говорится, Евразии, да? Белое платье, на счастье, одела. Но тут получается какое-то такое особенное платье, не похожее на другие, и со стороны может даже не показаться, что это и не свадебное. Но у вас будет какое-то особенное платье именно для ЗАГСа с этим мужчиной. Может быть, даже это отсутствие именно как таковой свадьбы, там, когда мы эхо-ла-ла-ле, и там 150 родственников, ресторан и гулянка. Нет, я бы не сказала, что что-то такое. Какое-то особенное у вас мероприятие будет, не похожее на другие. Либо это, может, какой-то исторический костюм, девочки. Вы как княжна древнелитовская, а он как украинский князь. Ну, вот я примерно говорю, что-то у вас какая-то особая связь и особые какие-то... И особые какие-то... Вот это вот сам ЗАГС и само появление вашей этой ячейки общества, семьи, оно ознаменовано тем, что не будет именно классического белого платья. И потом это торжество ваше будет похоже на что-то другое, девочки. Интересно. И про этого мужчину, девочки, про вашу троечку. Вспомните, пожалуйста, что я вам говорила вначале. Голубые и зелёные цвета. Тут я бы так сказала. Может быть и военный. Очень даже может быть и военный. Но из кого тут ещё? Ну, вот, знаете, по поведению того, как он себя ведёт, он как военный себя ведёт. И либо он, когда с вами познакомится, он будет говорить, как он... рассказывать, как он служил. Что-то в этом роде. Очень сексуально активный будет мужчина, если вы хотели спросить об этом, девочки, да? Это тот, которому практически каждый день нужно. И он будет вас, как говорится, хорошо прижимать. И что тут ещё, девочки? Когда? Вот. Когда вы хотите знать, да? Я смотрю, тут идёт как летом. Очень тепло на улице. Очень тепло. Очень высоко солнце светит. И либо это торжество ваше, это вот свадьба летом, либо вы его встретите, и вас закружат летом. И этот мужчина, как он сделает предложение, да, вам, девочки, он сделает его первым, но это как будет... Не то, что там, между прочим, да? Он скажет, а как ты думаешь, а что бы было, если бы мы с тобой поженились? Вот он так вот как-то будет разговаривать с вами. Он по экспрессии, девочки, либо это холерик такой, либо холеросангвиник. Вот он кто. Такой эмоциональный, очень положительный. Но когда, например, если его сковородкой ударить по голове за то, что ему позвонила какая-нибудь бывшая, то я вам скажу, он не будет на вас орать, не будет с вами выяснять отношения, он просто надует губы, сядет и будет молчать. Ну, то есть он очень экспрессивный, в положительных эмоциях, да? Громкий. Но как только как-то его там прижать, прищучить, то он молчит. Не Бэтмен, который бьет женщин, там, или еще что-нибудь. Такой, знаете, искренний и откровенный мужчина. Мне так хочется сказать, что он светлый, девочки, будет, да? Чуть ли не блондин. Но, вероятнее всего, это идет такой вот бубиновый мне мужчина. Бубновый, он с прямыми волосами будет, по-любому. У вас тут не будут вьются, вьются у него волосы. Вот такие вот дела. Бубновый, это тот, который любит с бумажками, папочками ходить, какими-то, да? Деньги любит считать. У него призвание такое, знаете, он хорошо в школе, у кого было такое УПК, да? Или там на труды ходил. Он что-то очень хорошо умеет делать у вас. Прыгучий такой. Хороший мужчина. Когда, девочки, это лето будет. Это вот даже не весна, не поздняя весна, это лето, девочки. Вот солнце в зените. Я даже могу вам сказать, что-то будет с двойками связано. Двоечки, двоечки идут. Ибо это числа двойки. У него может на машине 22 быть. У него там что-то вот с таким, с двойками связано. Очень сильно. Вот такой вот, мои дорогие, был ваш третий вариант. Ну что, давайте посмотрим четвертый. Четвертый вариант, девочки. Ваша новая любовь, когда придет. И что это? Ой, какой. Вот я вам говорила, что пиковый. По-любому, девочки. И тут вот в начале... Вот это не сошлось так. Это не бывает просто так. Я вам тут показала в начале видео, как это вот с пиковым мы, да, сняли. Вот совершенно практически случайно, да, так в дождь. Но я вам скажу, что у вас как раз таки будет похож на пикового мужчина. Либо внешне, либо даже очень, даже внутренне. Мужчина мистический, загадочный, мудрый. Он будет, девочки, ну знаете, вот как можно сказать врач, да, то есть даже если он не поступил и не научился на врача, то можно сказать, что он врач, который может даже, если что, где-то оперировать. Этот мужчина, тот, который, например, никогда не... Вот, например, вдруг, если он увидит какую-то аварию, да, на дороге, и там, где надо оказать эту первую медицинскую помощь, он не растирается. Он всё сделает чётко, даже не относясь к медицине, да, поможет. Он решает проблемы. Он никому не говорит, что он решает проблемы, но он их действительно решает, и причём и ваши будут решать. Дальше. Четвёрка огня всё-таки вам выпала. Я вам скажу так. Из минусов. Этот мужчина, походу, сейчас в отношениях, и либо его там калашматит бывшая, либо он об этой бывшей пока думает, либо он из этих отношений выходит. То есть, это мужчина, девочки, из будущего у вас, да, это не тот, с которым вы прямо сейчас будете мутить, да, прямо завтра. Нет. Тут надо его, как говорится, ещё подождать. Дальше. Очень мне тут похоже, что он зимний, да, либо он родился в какие-то зимние месяцы, девочки, вот лютый такой, да, зимние месяцы, либо вы как раз с ним познакомитесь в эти зимние месяцы, когда будет очень холодно. Обратите внимание, что с ним будет связан какой-то очень резкий холод. А либо он вам покажется сначала каким-то холодным, непонятным, и может быть, вы даже его не будете рассматривать, либо какое-то у вас, ну, такое, вы посмотрели и забыли, но он вам попадётся ещё раз, и вы вот это вот какое-то ощущение холода всё-таки словите. Мужчина о себе много не говорит, но он очень талантливый. Он, девочки, контрастный, вот реально у него внешность очень контрастная, но я вам скажу, что вы ему очень подходите. Тут либо разрез глаз у вас одинаковый будет, либо вы вдвоём, допустим, восточные люди. Даже если вокруг вас много восточных людей, но вы такие, знаете, вот даже если вы, например, с восточной страны, и вы всё равно очень ярко отличаетесь, что вы, что он, от других людей, даже во внешности. И во внешности вот что-то такое есть, и у вас, и у него. Он не похож на другой, необычной внешности, и вы необычной внешности. И поэтому то, что вы необычные, он на вас и обратит внимание. Я вам скажу, что этому мужчине изначально он обращает внимание на брюнеток. Он непохотливый самец, который бросается на то, что двигается. Он такой достойный мужчина. Многие проходят мимо него, потому что он, вроде бы, как многим кажется, такой холодный и не заявляет никакого желания. И женщина на него посмотрит, а ну ладно, он на меня не смотрит, он меня по жопе не смотрит, лапой. Ну, что я от него, типа, что с него взять-то? Значит, он ко мне равнодушен. А он нет, он такой, знаете, наблюдатель. Он сначала посмотрит, и только к достойной он будет по-достойному подходить. И, кстати, вот он к вам так вот, вроде бы с холодцой какой-то, с холодцом, девочки, и обратиться к вам, да, какое-то такое, либо что-то нейтральное, либо даже что-то холодное, какое-то общение, как вам бы показалось бы, да, но сразу, через минуту, он сразу покажет вам свое неравнодушие. Вас будет магнетически, сексуально тянуть друг к другу. Вот это химия, девочки, с этим мужчиной. Дальше. Когда я вам сказала, когда это все связано с резким холодом, девочки еще, обратите внимание, либо этой зимой вы с ним познакомитесь, да, ну, либо это такое, что-то очень холодное. А может, он холодильниками торгует. Ну, связан вот с этим, вот знаете, с минусовой температурой как-то он. и очень интересный. Ну, что тут еще добавить по вашему варианту? В принципе, все, вот если кто, девочки, слушал, например, то, как я говорю, например, мастер рассказываю, там, пиковый, крестовый, бугновый, червовый, да, то у вас с этим человеком химия. Вот химия, вам нравится будет его очень сильно запах, да, вам он вообще нигде ни разу не будет вонять. Ни его носки, ни там, ни что-нибудь другое, ни его запах пота. Он будет очень сильно вам пахнуть, да, вы для него будете очень сильно пахнуть. Возможно, даже если вы курите, девочки, ему даже, курит он, не курит, но ему как-то будет нравиться вот этот даже запах сигарет от вас. То есть тут вот реально химия и обоняние еще. И очень какие-то похожие у вас между собой черты, но совершенно не похожие на других людей. То есть вы как пика и он как пика. Контрастные такие. И с холодом связано. Либо он родился в зимние месяцы, либо вот эти в зимние месяцы вы как раз с ним такие и познакомитесь. Вот либо как вас обдаст холодом каким-то, либо вы с ним походите по улице и замерзнете, девочки. Да, но обратите внимание, что вот именно такое яркое впечатление холода, это будет связано с вашим этим мужчиной и химия. Но я скажу одну вещь, да, мы гадаем на нашу новую любовь, и когда придет, но я тут умолчала именно для вас момент такой, когда он предложит выйти замуж, девочки. Этот мужчина такой, знаете, неторопливый, но ждать от него этого предложения тоже вам не советую. Вот он у вас появится, да, то вы его просто и подталкиваете к этому браку. И причем иногда очень даже и откровенно. Скажите, я замуж хочу, да, ну вот я и думаю, выбираю себе, за кого бы мне замуж выйти. А я выбираю, потому что мне нужен здоровый, умный, успешный, хороший мужчина, потому что я такая. Ну то есть, вот ему очень нравятся гордые, и когда вы эту свою гордость будете показывать, ну такую мягкую гордость, такой гордой черной кошки, девочки, он будет это очень сильно ценить и будет вам идти на уступки всегда, когда вы будете показывать гордость, не спесивость, да, не капризы, а именно гордость. Вот такое вот было, гадание, мои дорогие. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова